Там жильцы дома на улице Камчатской боятся, что их многоквартирник рухнет. Причина в перепланировке помещения на первом этаже. Там собственник делает ремонт, и в результате в несущей стене появился проем. Кто дал разрешение на работу и можно ли их остановить, выясняла Ольга Меншутина. Вот посмотрите, какая она толстенная. Это больше, чем полметра. Свежий проем на первом этаже. Над ним еще 8 квартир. Стена несущая. Жильцы возмущаются, кто позволил ломать. Вдруг упадет. Я очень боюсь из-за вот этих перепланировок, которые делаются сейчас. Я хочу спать спокойно. Они боятся, что там в один прекрасный момент дом рухнет. Мы как собственники, нас никто не спросил. И вывозили, и завозили. Очень много было мусора, кирпичей, блоков, всяких. Вот сама лично, потому что у меня балкон на ту сторону выходит. Я в окно видела это все. Это идет общедомовая собственность жильцов наших, и они делают вход в подъезд, и через этот подъезд будут ходить те люди, которые купят эти комнатушки. Раньше на первом этаже были офисы. Собственник решил сделать квартиры. Соседи уверены, управляющая домом в курсе, но никаких мер не предпринимает. Мы дозвонились до руководителя товарищества Нины Калимулиной. Нет, я не хочу ничего слышать. Вот когда мне надо было, наша СМИ не работала. А когда кто-то позвонил, все, СМИ тут же примчались. Сейчас я позвоню Ваганову, подождите. Я сейчас позвоню Ваганову, переговорю с ним. Захочет он с вами встретиться, пусть встречается. А у меня на вас, ну просто у меня возможности нет. Управляющая говорит о собственнике помещения. Его контакты найти не удалось. Зато в управе Ленинского округа пояснили, что хозяин получил разрешение на перевод нежилой площади в жилую. Комиссия даже оценила проект переустройства. Для оценки проекта работает у нас создана межведомственная комиссия, в которую входят не только специалисты управы, но и департаменты земельных отношений, а также БТИ. Проект прошел оценку. Мы надеемся, что заявитель он добропорядочный и придерживается своего проекта, который он выполнил. Вот он тот самый дверной проем, но на бумаге. Он должен усиливаться металлической конструкцией. Она тоже есть. Но жители уверены, что этого мало. И скрепы они поставили, потому что увидели, что трещины. Это опасно, обвалится. В документах, которые выданы Ленинской управой, данные работы именуются переустройством. Независимый юрист считает здесь признаки реконструкции. Если это так, то пакет документов для разрешений неполный. Это именно капитальная стена, которая относится к несущим элементам многоквартирного жилого дома. В связи с чем, в соответствии с законодательством, жилищным кодексом, любое изменение реконструкции требует согласия всех собственников многоквартирного дома. За свою безопасность жильцы готовы бороться до конца. Инициативная группа готовит обращение в прокуратуру и намерена дойти до суда. Ольга Меншутина, Андрей Захаров, Александр Изосимов. Тюменская служба новостей.